расскажем про меню настроек новых аппаратов ротки бокса 3 они бывают с цифрами бывают с четырьмя цифрами но меню настройки у всех одинаково для того чтобы зайти в меню настроек нужно нажать кнопку set up это вот эта маленькая черненькая кнопочка на материнской плате мы нажимаем регуляция громкости аппарат сразу говорит регуляция громкости при помощи двух нижних кнопок мы можем регулировать здесь отображается соответственно значение громкости справа плюс слева минус нажимаем кнопку start для перехода к другому пункту минус уровень сложности здесь выставляется уровень сложности для первой игры чем выше уровень тем меньшее значение при ударе будет показывать аппарат рекомендуется ставить 7 или 8 тогда 3 девятки будет выбить очень сложно только спортсмены смогут 3 девятки если у вас спортсменов мало хотите чтобы гости больше выбивали можно поставить 5 когда 3 девятки будет мало много если у вас для четырех цифрового аппарата точно так же 78 ставите веселачи будут выбивать там 1100 1150 примерно так то есть за 3 девятки будет уходить разница между уровнями здесь вы выставляете насколько аппарат будет подыгрывать девчонку то есть при включении женского режима игры аппарат будет на 100 очков показывает больше рекорд для мужчин здесь устанавливается рекорд для мужчин который будет изначально стоять после того как его побьют уже будет отображаться новый рекорд вновь установлен дальше в меню будет время обмеления рекордов где вы выставляете количество часов через которое рекорд будет сброшен обратно на 500 то есть можно поставить 24 часа и у вас каждый день рекорд будет сбрасываться на 500 если его перебили уже надо перебить новый рекорд сутки прежде прошли опять на 500 сбросился мы рекомендуем устанавливать сброс рекорда ну час или два если у вас достаточно большой поток посетителей чтобы всем было интересно перебивать достаточно низкий рекорд потому что когда человек нетренированный подходит и видишь что там 950 рекорд стоит у него руки опускаются он явно не сможет его побить ему не так интересно играть поэтому ставьте сброс рекорда почаще за каждый перебитый рекорд будет добавляться одна бесплатная игра рекорд для женщин то же самое для женского режима то есть получается у нас разница между уровнями стоит от женщина будет бонус 100 и рекорд 400 то есть по факту если вы били 300 то уже рекорд будет перебить для девчонок самое то будет установлен новый рекорд потом надо будет перебивать но это счетчик количество игр на аппарате который можно сбросить для сброса счетчика мы зажимаем две кнопки одновременно свой счетчик обмотится это можно делать каждый раз при инкассации то есть деньги сняли счетчик сбросил следующий раз пришли снимать деньги по счетчику проверили что количество денег совпадает с показателем счетчика период повторами это период повтора рекламных треков в минутах то есть каждые 10 минут будет воспроизводиться рекламный трек в аппарат будет кричать подходи сыграй со мной что ты там стоишь и в таком роде время спроса рекорда вот через каждые два часа рекорд будет сбрасываться на тот что установлен в настройках для того чтобы всем было интересно его перебивок проверка дисплея здесь загораются просто все диоды для того чтобы можно было убедиться что дисплей работает правильно что все лампочки на дисплее горят и что шлейф который соединяет материнскую плату с дисплеем в порядке все сигналы доходят все цифры зажигаются проверка механизма это проверка механизма если нажать любую из кнопок то опустится груша если вы настраиваете противовес или проверяете работу активатора чтобы каждый раз не вносить оплату в автомат не включать бесплатный режим удобно это делать на вот этом режиме нажимаем кнопку груша спускается при ударе здесь отображается сила удара здесь счетчик который показывает количество ударов его сбросить нельзя счетчик состоит из шести цифр то есть записывается в строчку верхние три потом нижние три то есть сейчас количество игр 10 когда у вас будет количество и игр 1000 у вас будет здесь говорить к или дниса 18 м1 будет гореть перед ним quand он будет количество и горит лица 0 и 30 это будет 10 тысяч когда у вас будет количество игр там 150 тысяч будет гореть 1, 5, 0 и 3, 0. 150 тысяч, если в строчку записать. Если у вас 4-значный дисплей, соответственно, там максимальный счетчик будет состоять из 8 цифров. То есть записывается в строчку 8 верхних, потом 8 нижних. Заводские установки. Здесь сброс на заводские установки. Если что-то глючит непонятное, что глючит, неправильно отображаются цифры на экране, вы сбили какие-то настройки, аппарат стал неправильно работать, не знаете, что настроили, выбираете заводские установки, зажимаете 2 нижних кнопки, вот эти. Как экран заморгал, значит, все сбросилось на заводские установки. Количество бонуса. Здесь вы выставляете количество оплаченных игр, за которые будет дана дополнительная бесплатная игра. Допустим, если у вас игра стоит 10 рублей, и вы хотите, чтобы при внесении 50 рублей человек получал 6-ю игру бесплатно, тогда вы выставляете здесь цифру 5. Как только 5 игр оплатят, 6-я игра добавится бесплатно. Соответственно, если вставят 100 рублей, оплатят 10 игр, добавится бесплатно 2 игры. Канал монетоприемника. Здесь вы настраиваете стоимость игры. Монетоприемник дает 1 импульс на 10 рублей. Когда здесь стоит 20, значит, игра включается за 2 импульса. Если, допустим, в Казахстане, то настраивается монетник 1 импульс за 100 тенге, соответственно, здесь лучше поставить 10, 100 тенге достаточно уже большие деньги. Здесь ставите 10, и при внесении монетки 100 тенге будет включаться 1 игра. То есть монетоприемник дает 1 импульс за 100 тенге. Обычно так мы настраиваем. Купюроприемник точно так же. Ставили купюру 200 тенге. При стоимости игры, установленной в 20, включится 1 игра. Установите 10, за 200 тенге включится 2 игры. Это пауза временно, которая подается напряжение на активатор. Если вы проверяете, приходит у вас сток на активатор или нет, есть ли выход напряжения с реле, который управляет активатором или нет, можно временно поставить тут значение, допустим, 10, и тогда вам проще будет засечь этот короткий импульс. Когда стоит 2, то питание подается на активатор примерно на третью часть секунды. То есть очень быстро, мультиметр быстро показывает напряжение и сбрасывается. При настройке, при проверке активатора можно поставить 10, только потом назад не забудьте вернуть. Потому что при увеличении паузы между импульсами, возрастает нагрузка на активатор, он быстрее сгорит. Чем меньше пауза, тем меньше нагрузка на активатор. Количество импульсов. Это количество попыток моторчика опустить грушу. Если стоит 3, то при нажатии кнопки старт, моторчик будет 3 раза делать попытку вытернуть фиксатор, который фиксирует грушу. В принципе, рекомендуется 3 поставить. Если у вас что-то стало работать не совсем четко, бывает 2 раза нужно нажать кнопку старт, чтобы груша опустилась, но можно поставить 6. Тогда будет 6 попыток. Лучше все-таки разобраться, что с механизмом, обновить смазку, добавить противовес, чтобы моторчик легче справлялся и с 3 попыток все-таки выдергивал фиксатор. Бесплатный режим. Здесь вы можете поставить включен, выключен, бесплатный режим. Сейчас стоит OFF, выключен. Если мы нажимаем кнопку, он станет ON, аппарат будет работать без оплаты. То есть нажимаете кнопку старт, груша опускается, нанесли удар. Еще старт нажали, нанесли удар. Иногда рекомендуем мы использовать бесплатный режим, когда вы работаете на празднике, и вам нужно увеличение проходимости. У вас есть оператор, который принимает деньги, и оператор, как правило, деньги принимает быстрее, чем устройство. Быстренько дал сдачу, быстренько посчитал, пять раз ударили, все, следующий. На праздниках можно включать бесплатный режим и работать через оператора. Это обратно выключить, мы его поставили. Регуляция яркости. Здесь регулируется яркость дисплея. Опять это средняя яркость. Если вы работаете на улице на ярком солнце, можно поставить яркость больше, чтобы дисплей хорошо было видно на солнце, на десятку, максимальная яркость. Если вы работаете в помещении, то рекомендуется яркость уменьшить, чтобы гостей, заведения, где вы установили аппарат, не слепили диоды. Потому что они очень яркие. Если в тени стоит аппарат, да, работает преимущественно, то пятерки будет вполне достаточно. Время задержки датчика. Время задержки датчика нужно для того, чтобы груша после опускания успокоилась, перестала раскачиваться. Здесь сейчас новый аппарат, новый механизм, поэтому время задержки датчика стоит нулевое. При опускании груша не раскачивается. Она плавненько, медленно опускается, и сразу аппарат готов к тому, чтобы считать удар. Если аппарат старый, то груша, ну или противовес настроен маловато, да, груша опускается и начинает раскачиваться. В момент раскачивания после опускания может сработать датчик, посчитать, что произошел удар. Вот для того, чтобы не было ложного срабатывания, можно поставить, допустим, один или два цифру. Тогда он будет две секунды, одну или две секунды ждать. То есть груша опустилась, датчик увидел, что она опустилась, ждет две секунды. Через две секунды начинается отсчет времени, можно наносить удар, чтобы компенсировать ложное срабатывание при раскачивании груши. Здесь можно контролировать количество выданных призов. Если вы работаете с оператором, который выдает призы, то его можно проконтролировать. Если два раза побили рекорд, соответственно, здесь на счетчике будет два, следовательно, оператор должен отдать два приза. Поэтому счетчику контролируйте, сколько призов отдает ваш оператор. Время автовыброса. Здесь, если стоит ноль, то выключено. Если вы поставите, допустим, 5-10 секунд, то после внесения оплаты через 5-10 секунд груша спустится автоматически. То есть это сделано для чего? Иногда еще находятся такие люди, которые не знают, где находится кнопка старта, не знают, что ее нужно нажать, чтобы груша опустилась. Они бы звонят там пьяные в час ночи хозяину аппарата, говорят, как не спустить грушу, аппарат забрал деньги, груша не спускается, а нужно просто было старт нажать. Вот для таких людей вы ставите там 10 секунд, он внес оплату, через 10 секунд груша сама выпадет. Кнопку старт нажимать не надо. Это также очень полезно будет, если у вас сломали кнопку старт, то аппарат все равно продолжит работу, так как после внесения оплаты груша будет автоматически спускаться. 5-10 секунд ставьте, ну, лучше даже 5, в принципе, этого вполне достаточно, чтобы она никому на голову не упустилась. Если там несколько монет закидывают, то есть после последней монеты он 5 секунд ждет, пускает грушу. Количество вариантов игр в аппарате? Иногда бывают такие случаи, что гости просят, чтобы в аппарате была только первая игра и никаких больше, чтобы их клиенты не путались там, да, в большом количестве игр, не переключали вообще выбор игры. Вот здесь вы можете это отрегулировать. То есть сейчас в аппарате 4 игры, вы можете поставить 1, и у вас будет только одна первая игра работать. Просто на силу удара. Без энергии удара, без скорости реакции, без количества энергии, будет одна первая игра, оценка в баллах, силы удара и все. Вот здесь выставляется, можете поставить любое количество игр. Ну, мы рекомендуем, конечно, ставить 4 игры, потому что те гости, которые распробовали вкус остальных игр, они оставляют здесь очень много денег. Настройки выдачи билетов? На новых аппаратах есть функция выдачи призовых билетов. Если в вашей комплектации установлен тикет диспенсер, который выдает призовые билеты, то это очень большая возможность для того, чтобы повысить выручку. Те призовые билеты, которые выдает аппарат, это такие маленькие тикеты, могут менять в ближайших заведениях на скидки на товары или на призы. То есть вы договариваетесь там с ближайшим кафе, что те гости, которые приходят к ним с билетиками, чтобы они считали, допустим, один билетик, это там 10 рублей скидки. А потом вы, соответственно, эти билеты у них выкупаете. Ну, или не выкупаете, как договоритесь. В принципе, кафе будет выгодно, если билетами можно оплатить там до 30% за товар, да, и благодаря вашему аппарату вы будете к ним нагонять гостей. Они вашим гостям, те, которых вы привели, будут делать скидки, но в то же время увеличивать выручку. Здесь уже нужно разговаривать с хозяином заведений ближайших, магазин и кафе, как они будут ваши билеты обменивать. То ли вы их выкупаете, потом отдаете им деньги, то ли они просто дают скидку за эти билеты для тех, кто играл на аппарате. У нас есть аттракцион «Замок» на сайте, и вот там очень хорошо рассказано про то, как реализовать стратегию с обменом билетов. Посмотрите, тоже может быть очень выгодно. Меню настройки билетов имеет несколько поднастройок. Для того, чтобы войти в подменю настройки билетов, нужно удерживать кнопку «Старт». «За побитый рекорд». Вот здесь отображается количество билетов за побитый рекорд. Можете выставить, сколько билетов аппарат будет выдавать за побитый рекорд. «За круглое число». Круглое число это сделано для детей. То есть, если выбивают дети ровно 100, ровно 200, то аппарат тоже выдает билеты. «За одинаковые цифры». Если выбивают там три единицы, три двойки, три тройки, за это тоже можно выдавать призовые билеты. Это сделано для того, чтобы те, кто не может бить сильно, но тоже хотят что-то выиграть, они тоже могли получить билеты. Выбив вот четко 222, допустим. Примерился человек, выбил, получил билеты. Это будет очень интересно детям, чтобы тоже могли выигрывать билеты. Рекомендуется включать эту настройку. «За оплату 10-й игры». Если вносят, допустим, у вас 10 рублей игра, внесли 100 рублей, оплатили сразу 10 игр, сразу получили призовой билетик, маленькая скидочка. Тоже очень полезная функция. «За каждую игру». Можно выдавать билет при оплате каждой игры. Допустим, если у вас стоит в крутом заведении, стоимость игры там 50 рублей за удар, то при оплате каждой игры можно уже давать маленький подарочек, маленькую скидочку. «Возврат в основное меню». Для возврата в основное меню нажимаем еще раз кнопку «Старт». «За побитый рекорд». «Возврат в основное меню». еще одну кнопку, боковую кнопку и выходим в главную меню. Так как у нас в настройке билетов стояли везде нули, соответственно, функция выдачи билетов выключена, «Овстоит». Если хоть где-то вы поставите хотя бы единицу, сразу будет включена в конце. «Режим работы лампы». Здесь вы переключаете, как часто будут мигать лампы, то ли очень часто, как в новых версиях автомата, для того, чтобы максимально привлечь количество к себе внимания, то ли, если вы поставите единицу, будет работать, как в старой версии автомата, лампы будут редко-редко моргать. Если поставить ноль, то большие лампы будут зажигаться только после оплаты игры, в демо-режиме они зажигаться вообще не будут. «Выход из настроек». Для выхода из настроек можно нажать либо боковую кнопку, либо удерживать 5 секунд кнопку «Старт». Теперь нужно идти назад к аппарату, чтобы выйти из настроек. Все делается отсюда. Все. Это были все настройки «Рокки Боксер 3». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...